Одним из актуальных направлений деятельности управления образованием молодежи и спорта является организация чтога подростков и молодежи. В свободное время является не только своеобразным индикатором культуры и круга и формы потребностей и интересов человека, но и одним из важных педагогических средств формирования личности. Миниципально-молодежно-подростковый центр в дальнейшем образовывается составной частью системы дополнительного образования в муниципе, которая реализует внешкольные мероприятия и приспанно развивать познавательный, эффективный и побудительный потенциал детей и подростков, а также соответствовать их интересам и выборам для полезной и эффективной организации свободного времени. Миниципально-молодежно-подростковый центр финансируется известным местным бюджетом. Так, в сентябре 2013 года было потрачено 232 тысячи лет в основном зарплате для 14 штатов и 10. Первоочередные задачи муниципально-молодежно-подростковых центров это первичная профилактика социальных и клиник, пропаганда здорового образа жизни подросткового молодежной среды через организацию позитивной и прислугой занятости подростков и молодежи по месту жительства, оказание и помощь и формирование компетенции подростковой молодежи по городу в детстве жительства и образовании общества, организация разнообразной практической деятельности и вовлечении бенефицаров в секции дружки по интересам. В 2012 году работа муниципально-подростковых центров проводилась по следующим направлениям. Проведение цикла общегородских мероприятий для подростков и молодежи по месту жительства, такие как празднование Нового года Рождества, Дианске, Валентина, Морсишу, Международный шестый день и другие, а также МВЦ принимали активное участие в проведении муниципальных акций, суммирования борьбы со СПИДом, туберкулезом, 16 дней против насилия, недели молодежи и другие. Информационная поддержка по таким вопросам как формирование мотивации развития творческих способностей детей, профессиональное и личностное самоопределение, адаптация к условиям жизни в обществе, формирование общей культуры, приведение навыков второго образа жизни и творческого подхода к проведению свободной работы, навыки строения межличных взаимоотношений, разрешения личностных конфликтов, воспитания нравственно-правовой убежденности. Другое направление – это развитие спортивного потенциала, которое включает в себя пропаганду физической культуры и спорта, а также приведение навыков второго образа жизни посредством увеличения детей в работу спортивных секций и школ. Вокс, лейбоксинг, теннис, шашки, шахматы, белья, дартс. В развитии эстетического воспитания детей включает себя художественное прикладное творчество. Следует отметить, что приведение детям навыков художественного прикладного творчества, работа с бумагой, реками, твилинг, прорезывание, теснение, бисероплетение, макромет, способствует развитию детей таких качеств, как способность к социальной адаптации, умение легко ориентироваться в решении творческих задач, развивает мелкоматорику, внимание, умение сконцентрироваться и другие необходимые навыки. По семи центрам ситуация выглядит следующим образом. Антасачай, по улице Чехова, номер 2, для блога-организатор «Секрет обове». В центре работает кружок современной песни, восточное единоборство, кружок настойного тенниса, икру на гитаре, шашки, шахмат и бильярд. Также при МПЦ создает филиал детской художественной школы, классы учения в рисовании, которые посещают 13 детей, преподаватель Третьякова Лаврова Викторовна. Совместно с клубом «Ветеран», волонтером и педагог проводят мероприятия по национальному и патриотическому воспитанию несовершеннолетних. Из общества, количество детей, посещающих МПЦ Чаево, 48 человек, 15 детей нуждаются в повышенном педагогическом внимании. К работе с этими детьми привлекаются психологи теоретического лицея по кампе Чирпхождел им. Владимир Маяковского. В МПЦ также работают дети-волонтеры, учащиеся теоретических лицеев. Большой популярностью у ребят, посещающих центр, пользуются занятия в секции спортивного ориентира. В центре действуют две группы по 15 человек, занятия ведет тренер-волонтер, преподаватель спортивной школы номер 1, Донич Виталий Тимофеевич. Одним из запоминающихся мероприятий, проведенных МПЦ Чайков в 2017 году, было участие в праздновании 69-й годовщины освобождения БЛЦ от немецко-фашистских захватчиков совместно с Городским советом ветеранов и МПЦ Олимпийцев. МПЦ Бригантина, улица Штебно-Чалмарьев, 6-62, ведомого организатора Данила Вольга. Основное направление – это эстетическое развитие детей. Функционируют следующие кружки – технику декупажа, вязание крючков, вязание работы с природного материала, роспись на дерево, мои любимые песни, хореографический кружок. Необходимо отметить, что творческий подход к педагогу-организатору позволил привлечь большое количество детей в МПЦ. Из общего количества детей – двое детей со специальными потребностями, 10 детей – дети из социально известных семей. В своей работе педагог-организатора в судное значение уделяется трудничеству с учебными учреждениями, находящимися в микрорайоне, детскими дошкольными учреждениями, номер 49, 38, 43, а также теоретические лицеи имени Джорджа Пашбот и Михаила Мамаса. МПЦ «Дружба» улица Щусева-1, педагог-организатор «Дружба Ольга». Совместно с Общественной ассоциацией «Молодой за право на жизнь» в Центре налажена профилактическая работа по предупреждению спида других социальных болезней развития жизни на необходимых навыках. При МПЦ функционируют кружки фотомоделирования, конструирования и хореографических кружок. Общее количество посещающих центры детей – 37, в том числе 6 из детей социально известных семей. МПЦ «Дружба» тесно сотрудничает с лицом «Влада» и «Красно-молодой за право на жизнь». МПЦ «Файты» улица Штепан-Чалмаре, 37, педагог-организатор «Делега Олесин». Наведу с основным направлением работы по спортивно-эстетическому развитию, кружок вязания, мягкой игрушки, спортивные занятия по голейболу, сутболу и на свежем воздухе. Периодически организовываются экскурсии детей в театр, кино, полинг, а также за пределы города. В настоящее время в партнерстве с общественной ассоциацией ЛПС представитель ЧБТ и Кремонт предоставляются специализированные услуги для детей и молодежи, находящихся в конфликте закона, а также ситуации риска. Особое внимание уделяется консультацией усилий по предупреждению правонарушений, сопротивления спиртными напитками, наркотическими средствами, отказа от обучения в школе. 27 детей и молодых людей из муниципия БЭЛС, находящихся в конфликте с законом и в ситуации риска, получает многопрофильные услуги поддержки, в том числе консультации психологов, помощь и поддержка в поиске места работы, оформлении удостоверения личности, поддержку в реинтеграции в учебно-профессиональные учреждения и временное размещение, индивидуальное консультирование. В целом, организованные мероприятия в данном МПЦ являются привлекательной альтернативой по организации свободного времени и дослуга для 53 детей и молодых детей, проживающих в данном районе. В партнерстве с юниором Молдова проводимые вместе мероприятия в МПЦ ФАТО способствовали формированию предпринимательских навыков у детей. Работу МПЦ привлечены учащиеся в теоретическом лице Николая Голгоря и Дмитрия Кантнира. На МПЦ Олимпиаде, улица Флони Вадим, педагог-организатор Семак Ина. Основное направление спортивное. При МПЦ работают в секции тяжелой атлетики, бокса, штанги, дартса, настольного тенниса, шейпинга. Для девчих работают хореографический кружок в современной танце. Тренер-волонтер, прорезет Наталья. Высокий уровень профессиональной и специальной подготовки тренера-волонтеров Семак Чернинкова в своей счете и Зовского позволяют детям, посещающим данный центр, участвовать в лучших соревнованиях городского и деспубликанского уровня. Такие как Европейский семинар по боксу в городе Минске, Чемпионат игрок по боксу среди юниоров в городе Анапах, Чемпионат мира по боксу среди юниоров в городе Киев, Международный турнир по боксу среди юниоров в Яссо, Международный турнир по боксу в Магилов-Подольск, Международный турнир по боксу в Ляховце. Общее количество детей, посещающих центр, 96, в том числе 79 детей, посещают секции бокса, дартса, настольного тенниса. Общее количество детей, посещающих перечисленные спортивные секции, будет и дети из неблагополучных семей. МПЦ Олимпийц, естественно, сотрудничество с теоретическим лицейом Александра Сергеевича Пушкина и гимназии номер 14. МПЦ Маяк, улица Шевченко, 90, педагог-организатор Маша Мулина. Основное направление – спортивное и статическое развитие детей. Функционируют следующие кружки – креативное рукоделие, поделки из бумаги, вязание на скейцах, изготовление работы с природного материала. При МПЦ также действует тех-тех и боксинг, руководитель двери, волонтеры Горецкий и Денис. Также при МПЦ функционирует кружок изобразительного искусства класса обучения и рисования, который посещает 13 детей, преподаватель Шепила Вана. Из общего количества детей, посещающих МПЦ, 5 детей из социально уязвимых семей. В работу МПЦ привлечены учащиеся теоретические лицей в Штатан-Чармаре и гимназии номер 15. МПЦ Современник, улица Балгарск, 92, педагог-организатор Ирина Урейкин. При МПЦ функционирует филиал детской художественной школы. В двух классах обучают детей рисования, и преподаватели Литковской и Цуркан. По субботам волонтёр Центра по развитию и воспитанию в Республике Молдова Татьяна Махори оказывает детям информационную поддержку в вопросах формирования мотивации и развития творческих способностей у детей. Центр посещает 30 детей. Отдельное внимание в работе МПЦ создавается несовершеннолетним из группы риска. Из общего количества 7 детей, это из социально уязвимых семей. В своей работе педагог-организатор сотрудничает с теоретическим лицей Александр Сергеевич Пушкин, гимназия номер 14. В Центре работают 5 салонтёров, студенты более жилёв в добромышленности. Меребриятия, которые были проведены в 2013 году в ММПЦ были организованы партнерсы с общественной ассоциацией. Машнитория, ММП, 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 ММП. В заключении хочется отметить, что организация работы в ММПЦ по месту жительства это задача межведомственная, которая включает в себя решение не только вопроса воспитания, но и центрального характера, здравоохранения и культуры. На протяжении 2013 года велась работа по привлечению к занятиям детей, оставшихся без попечения родителей. Работа строится с учётом интересов детей, подростков и молодёжи. В 2014 году будет продолжаться работа, направленная на совершенствование условий для организации позитивной досуговой занятости детей, подростков и молодёжи, формирование детей, подростков и молодёжи, в том числе оказавшихся в жизни и ситуации, навыков, консистенции, венесения уроков и собственного опыта и опыта окружающих. Спасибо. Какой режим работы? Шестилетный, недельный режим работы. Они работают, начиная с 10 до 6-7. Время есть зимнее, а также есть летнее. Они работают до 7 часов вечера, зимой до 6-ти. А с 10-ти кто ходит до окончания учёных? В первой половине дня педагоги должны подготовить материалы, которыми будут заниматься дети. Ярославль, ещё вопрос. Вы назвали что-то межведомственной работой. Верни, как константин. Ваши сотрудники были когда-нибудь в МПЦ? В этом разрезе задаю вопрос. Татьяна Анатольевна сказала, что это межведомственная деятельность, культура. Существует какая-то система посещения МПЦ в плане контроля за деятельностью с Вашей стороны, со стороны управления образованием Владимира Господа? Есть такое? И в чём заключается система контроля? Я вопрос задаю, но опять-таки не радует уши, и так и хочется. Есть информация в жалобе о том, что в некоторых МПЦ, я чё спросил о режиме работы, приходят, висит замок. Ну, каждый конкретный случай надо рассматривать, почему так случилось. Существует неконтроль за тем, чтобы этот режим, если написано, что режим работы с 10 до 18, то он должен быть открыт, этот МПЦ, чтобы можно было зайти и проверить работу, поинтересоваться. Что делают дети тогда? Существует такой контроль? Существуют периодические объезды в МПЦ. Есть... но тем, что во всём МПЦ, я говорила, уже есть волонтёры и дети, которые привыкаются, потому что за каждым молодёжно-подростковым центром прикреплён один человек, определяет один Но в ходе этих объездов контрольных обнаружен был хоть один центр, где рабочий выемен был запрет. Ну, вот сейчас, например, последний объезд был на прошлой неделе, то есть не объезд, я просто прошла в центр ПАК, потому что я знаю, что... Но это вы сами пошли, а я говорю о системе контроля. Она существует, что вот есть у вас человек, отвечающий за работу МПЦ, который там периодически контролирует. Дорогая, вы когда были, в последний раз, в каком-то центре? Ну, это в нашем... Ну, я же не говорю, что вы виноваты в том, что вы не пошли. Коли есть межведомственная, значит, работа, то, наверное, начальник управления хотя бы раз в год со своим коллегой с управления сделали бы такой контрольный. Вот есть там детская художественная школа в «Современники». А ну, давай посмотрим, как там эти художники работают с детьми, а? Они после обеда работают. А вы после обеда не работаете. Мы работаем. Хорошо. Мы доверяем им. Ну, я не потому, что вы не доверяете кому-то, но, понимаете, в любом деле должна быть определенная система контроля. Человеку свойственно расслабляться. И я опять-таки задаю вопрос вот потому, что есть отдельные жалобы о том, что эти центры в рабочее время указаны на табличке, а некоторые вообще не имеют табличек на режиме работы. Значит, что там они закрыты. А коль закрыты, значит, должна быть объяснена причина. Почему? Где-то пошел по сложным детям, или, так сказать, там, наплёкся за красками, пошел в магазин или ещё что-то. Хотя нужно это делать до того, как… Присаживайтесь, вернее, господин. А кто ещё с вами сотрудничает, Татьяна Анатольевна, из межведомства? Вы назвали культуру и образование? В здравоохранении, мероприятия в центре «Артис», по предупреждению. С учётом вашего короткого времени пребывания на данной должности, вам приходила мысль посетить МГЦ и поинтересоваться? У меня нет, но если это нужно, то я это сделаю. И детство на сотрудничество действительно нет. А вы, слушав эту информацию, и вы для себя какой вы его сделали, представляет интерес для вас деятельность этих центров детских элементов? Ну, почему нет? Потому что да. А что же вы мне задаёте вопрос, если нужно? Значит, так будут посещать. Ну, я бы хотел, чтобы здесь меньше всего проявлялся административный ресурс. То есть, вот вы все тут сидящие, слушаете это. И это касается… Присаживайтесь, пожалуйста. Это касается не только Феодора Иванова. Я думаю, что даже те вот… Я посмотрел на Виктора Саевича, а может быть, пойти один раз в год и поинтересоваться, нормальный ли там обеспечивание коммунальные шлоги, есть ли там вода, может быть, там мои знакомые ходят, дети моих, вернее, знакомых, потому что вы уже туда не ходите. В общем-то, я веду к тому, что у наших коллег и коллег Татьяна Анатольевна, где напрямую, а где косвенно должны иногда проявляться интересы к деятельности молодёжных подростковых центров. Потому что, как вы слышали, там занимаются дети, или во всяком случае непредназначение для тех, у кого есть определённые сложности в семейном положении, в учебном процессе, ну и в некоторых других. Это не обязательно, но тем не менее, их назначение – помочь в учебном процессе, в привлечении детей к тому, чтобы они занимались полезным делом. А в этом вопросе, наверное, каждый из вас может что-то или помочь, или подсказать. Но главное действие, что лицо Татьяна Анатольевна – это управление образованием водоохранения. Присаживайтесь. Благодарю.